Привет любители браузерок, сегодня у нас на обзоре довольно хайповая игрулина под названием Souls World. Поехали! Итак, начну с того, что это действительно проработанная браузерка с неплохими анимациями, а не топорными побегушками в 10 фпс. С геймплеем, кстати, тут лучше, чем в других браузерках. В игре еще есть автодвижение. Это, конечно, не инновация, но в большинстве гамалок этого не хватает. Так что спокойно переходите по ссылке в описании, регайтесь и в бой. Продолжим выбором классов. Они все замечательны и отличаются по своим способностям и по оружию, которыми они обладают. На выбор есть 4 класса. У каждого есть свои показатели атаки, защиты и прочих ненужных на начальных этапах параметров. Выбирайте, что вам понравилось и вперед. Я вот выбрал такого себе тирана, который может рвать всех пух и прах на ближней дистанции, разрываясь от переполняющей ярости. Вот что-то мне нравится прямо. Еще мне приглянулся лучник. Его атаки дальнего боя и маневренность очень завлекают. Короче, каждый человек присмотрит себе полюбившийся класс. Дальше по традиции квесты на убийство и бесконечный фарм мобов. Хорошо то, что можно просто включить окно с игрой, взять миску борща и просто наблюдать за тем, как ваш персонаж делает все сам. Это как завести дрессированного медведя, который будет шпилить в браузерке вместо вас. Прикольно, да? Продолжу, пожалуй, тем, что дальше вы сможете нанять себе помощников. Их может быть два. Мужского пола и женского. Помощник мужского пола, получается, постоянно ходит с вами, а женского дается временно. Ну, его надо будет продлевать. Как-то странно немножечко, не правда ли? Там есть еще большая разновидность этих спутников. Можно выбрать полюбившийся вам скин и статки, которые больше подходят. Любители крафтов и улучшения брони смогут реализовать свои пожелания во вкладке кузния, где можно напитать собранный экспой шмот, а затем улучшить их и сильно повысить прирост к характеристикам. Кстати, как и все браузерки, она обладает большим количеством всяких расходников и валют для прокачки персонажа. Также есть большое количество разных ивентов и достижений для выполнения. Поверьте, здесь скучать просто некогда. На изучение контента игры уйдет минимум целый день, так что запасайтесь терпением и вперед по ссылке в описании играть. Даже если прокачаться до 70-го левела, то на этом все не заканчивается, а наоборот только начинается. Посмотрите только на менюшку, она огромная, плюс еще впереди не один левел и откроется куча возможностей. Донат есть, но если в кармане пару семечек и один прокомпостированный билет от троллейбуса, то можете не переживать, а играть. Донат в данном случае дает только немного быстрее прокачку. Пару вещей, которые можно достать самому немного позже, чем донатеры. При желании можно сделать первый минимальный взнос и получить все основные донат преимущества для уверенного старта. Ну а в дальнейшем вы встретите множество разных угроз в виде боссов-мутантов и бесконечных побегушек по миру игры. Прошу заметить, что в будущем вы будете только гриндить, ну собственно как и в других ММО играх. Будете гриндить валюту и шмотки на вашего персонажа. Но что-то мне кажется, что рано или поздно прокачка боевого рейтинга упрется в донат. Остается только пожелать удачи разработчикам в развитии проекта и дать советы начинающим игрокам. Первое. Выбор класса не играет кардинальной роли. Тут нет имбовых классов, они просто различаются по типу ведения боя. Второе. Первый взнос можно и даже полезно сделать. Почему? Бонусы, которые он дает, просто незаменимы и в первый день активной игры можно стать прокачанным чаром. Третье. Выполняйте все ежедневные задачи, чтобы получить больше наград в конце дня. На самом деле, если выполнять все ежедневные задания и выполнять ачивки по возможности, то потом можно опытом собирать все награды. Если руководствоваться всему, что я сказал, то стать предтоповым чуваком можно буквально за несколько дней. Поверьте, я знаю. На этом все. Если вам понравился наш гайд, то ставьте лайк, подпишитесь на канал, проверьте, работает ли у вас колокольчик, чтобы не пропустить новенький видос и всем пока.